о сирены воют опять здарова пацаны приехал в город железногорск курской области подрев сирен и пришел в городской парк сзади меня находится офигительный бассейн перед бассейном стоит сцена и сейчас я буду прыгать в этот бассейн головую воду и так раз два три три нас два это и бассейн это просто танцпол сделан в виде бассейна покрыт лазурным покрытием и во время дождя кажется как будто это бассейн прикольная такая тема в этот город я приехал 6 лет так как моего отца отправили после института и целины на возведение города железногорска и открытие горном экологического комбината так как здесь был за столблен карьер и как бы руда была очень богата железом и партия сказала надо молодые специалисты ответили есть и молодых специалистов с урала пригнали курскую область конечно было очень тяжко уезжать из города магнитогорска где я родился так как город магнитогорск был уже развитым индустриальным городом это кузница металла ну и прочее прочее там мартена и очень все серьезно здесь такого не было город был на стадии строительства хотя и был на гособеспечении как бы тут особо никто не нуждался но не нуждался это как бы сказано с ссср и никто ничем не нуждался сейчас я нахожусь в городском парке города железногорска он сейчас очень красивый не такой как раньше не он очень нравится да и особенно вот эта сцена на которой так ни разу не выступил я выступал в различных дк города железногорска в свое время но здесь именно не выступал потому что здесь самые культурные люди могли только выступить на и культурнейшие наверно такой как вот недавно у нас в городе орле выступал там какой-то филипп как сказала как написала там одна женщина банно-саунный певец за миллион а вот здесь пацаны раньше в 90-х была сцена концертная я здесь выступал это была первая моя сцена сейчас из нее сделали какой-то парк типа того чтоб молодежь тут каталась на скейтах а я еще помню здесь был дикий угар бухи и панки с балалайками под сцены плизо и нас разгоняла местная милиция паковала в какие-то машины буханки и увозила вытрезвитель который здесь неподалеку угорал народ здесь серьезно здесь было не так культурно как сейчас поэтому здесь все как бы воодушевляла народ на подвиги гораздо круче было бы конечно если бы 90 простых вот здесь вот такая уже локация была представляете бегать с гитарой там прикольно разбегаться такой прыгать с гитарой на скейте здесь вообще кататься играть на ней прикольно было бы вообще вау и народ вот там вот стоять наступать а народ чтоб вот здесь вот глумился вообще ураганная была бы тема так что вот запоминайте пацаны кто будет выступать в городе железногорске говорите что хочу выступать вот в этих скейт-парк скейт-парке хочу выступать а вот здесь парни короче был великий аттракцион вот эти вот самые электрические гоночные машинки которые раньше были в любом парке областного центра или какого-нибудь прогрессивного города это был дорогой аттракцион и все на нем любили кататься здесь стояли машинки вверху сеточки тут запускали этот пол железный по нему запускалась электричество и когда контакт соприкосновения был машинки начинали двигаться это было это типа были такие как бы электрические машинки как вот сейчас самокаты так это машин я я недалеко не уезжали здесь обожженные жеребцы с деревень приезжающие прыгали в эти машины и такие на таран друг друга шли машины ломались переворачивались вечно блин тут подходил на наряд дружинников какой-то вытаскивал пьянец они что-то ездили еще на машинах портвейн пили а самый шик был короче там типа прийти сюда после уроков вечерней школы телочек катать на машине не как сейчас вот на машинах там катают на феррарях там и на всяких крутых тачках китайских а пришел вот сюда такой телочку погрузил в электрическую машину такой из-под пиджака такой из пиджака птушного портвейн достал такой глотнул стихаря и такой едешь одной рукой водишь класс показа другой телком здорово машин всего три штуки очередь стоит хрен знает какая там типа в парк пришел там или там забился на свидание там с девушкой так но что сегодня будем делать такой пойдем на машинках погоняем вот тип таки развлечения были в ссср кататься на электрических машинках весело было так как машина было мало это соответственно разжигала интерес вот если пак сразу было до хрена ну че покатались да покатались доступно всем а тут три машинки на весь город пока попробую всем там прокатись в общем поменялось тут очень много всего каких-то заборов понаставили тут никогда сроду не было вот какая-то видать кабак какой-то называется теремок до стопудов кабак какой-то сделали ну кабак в парке хорошо да вот это было мое самое любимое развлечение развлечения всех детей моего района здесь раньше был тир и мы сюда ходили и долг шмалять деньги мы брали родители дадут деньги нам на мороженое на мороженое не ели мы их накопим за неделю придем сюда пулек свинцовых купен и херачим короче по мишеньям все хотели выиграть медведя или еще что-то приз какой-то главный там был сейчас это все закрыто а вот раньше это было под эгидой до сапа и поэтому это все было и потихоньку мы приближаемся к железногорскому морю я еще маленький был помню как его копали если кто-то думает что она здесь было изначально он глубоко ошибается его долго и упор накопали и здесь были офигенные песчаные дюны и мы мелкие по ним лазили это было в самом начале строительства города здесь вот опять же какой-то портик они соорудили а здесь раньше был пивняк и опять же тут люди плавали бесились танцевали дискач тот был вот тут даже вот поставили вы знак купание запрещено хотя раньше люди здесь купались и веселились и как вообще никого не волновало ничего всех все устраивало радовало вот это я не знаю что это а это сюда молодожены у нас нынче ездить и замки вешают о как у нас тут но видимо поставили недавно потому что замков что-то маловато наверно скоро тут будет много а над городом опять ревут сирены но я думаю сюда вряд ли будут бомбы швырять поэтому мы наслаждаемся железногорским морем а на другой стороне понастроили богатые люди себе коттеджей о какие коттеджи крутые а может это не коттеджи может быть какая-то турбаза нынче там у нас раньше это назывался коровий пляж там паслись коровы и купались все очень удивляет меня городской парк раньше такого не было видно трудились долго деньги вливались видно не жалели на культуру да круто о досточки такие вам скажу такие прорезиненные вообще ништяк здесь брались лодки на прокат и опять же деревенские жеребцы плыли на лодочках с телочками а городские им завидовали так как на лодочках не особо умели плавать поэтому все плавали на катамаран а деревенский переплывали на тут берег и в кустах там а потом опять уже острова на стреже на приковор речной волны выпал и вают расписаны а вон там вверху железногорский пик металлурга я вот сейчас хочу туда подняться на самый верх стою на вершине мира а если точнее в рубке корабля наполняюсь петра как там в титанике титаник даже не титаник а титанище железногорский титанище и а так очень хорошо прикольно внизу нижняя палуба а это верхняя палуба посмотрите какой простор вообще панорама шикарнейшая ураган очень здесь красиво особенно наверно на закате солнце такой садится и ты такой стоишь с пивком жизнь удалась вот хожу все и вот и думаю вот если бы это вся красота была в моей молодости а не то ущербность которая была раньше серость и грязь не знаю может быть мы были бы другими вы людьми сытые улыбчивые да в то время просто людям не до красоты было были стройки века и как бы надо было страну на нужный уровень поднимать я так понимаю поэтому культурная культура была по-другому построена были ну короче какие-то специальные люди путь массовые сектора и прочие которые занимались культурой вот типа им хорошо и другим тоже хорошо а тут вот сейчас какие-то ландшафтные дизайны делают а я вот раньше только такие камни в парилке видят а сейчас пожалуйста ландшафтный дизайн из этих дорогих камней вот какие столики стоят ну куда нафиг я помню эти бары все зажигалками обожженные ножами изрезаны бычками испоганены красота сейчас вот она культура а вы говорите куда деньги идут вот сюда и идут чтоб глаз радовался пожалуйста лавочки иди не хочу отдыхай семьей раньше я так тут об отдыхал бы хрена с 2 я боялся в этот парк семьей ходить потому что есть какая-то вечно поножопщина и хрен пойми что творилось пожалуйста качельки аттракциончики всякие раньше все эти качели на этих качелях дурни 30-летние качались бухие его культура перо я конечно понимаю что как бы мы рождены в такое время что у нас очень мало было развлечений даже такие качели это нам казались офигенно крутым развлечением бесплатным кстати здесь почему-то тоже все пока бесплатно может быть позже сделают платно протянут канатную дорогу какой-нибудь фуникулер на другой берег и все будет не так радужно вот пацаны собственно вход городской парк недавно его отстроили заново теперь пока всеми любимый зеленый человек все здесь видят возле него фотографироваться это эко-человек с эко лавкой как-то так вот это собственно первый кусок руды которые добыли на михайловском горно-богатительном кондинате ну не на кондинате, то есть в карьере вот он стоит в виде памятника чтобы люди помнили вот это был первый кусок руды нет покоя добрым людям а вот это парни стадион который находится рядом с городским парком развлечений я помню то время когда он был не такой красивый все лавки на нем были очень старые, поломанные, с занозами но этот стадион классный много всяких было интересных здесь мероприятий проведено я даже здесь выиграл в лотерею спальный мешок ха 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 х Мирены отгудели, я наслаждаюсь отличным зерновым кофем с пломбиром, погода слегка пасмурная, но это не портит мне настроение, всем добра, обнял вас, а еще у нас в парке есть прекраснейший фонтан. Субтитры создавал DimaTorzok